Алло, я Вера, а это Саша. Всем привет! Мы сейчас собираемся к нашему другу-хакеру, который позвонил и назначил встречу. И Саша сейчас осматривает машину, машину, которую мы берем в аренду в кэш-шеринге. Уже эти кэш-шеринги вообще очень отрицательные эмоции вызывают, учитывая, что с нами было вообще в предыдущих видео. Кстати, в предыдущем видео мы застряли на железнодорожном переезде, когда ехал поезд в этот момент. Мы застряли на машине, потому что там просто отказала система управления. Короче, ребята, вы часто спрашивали про телефон, про телефон мистического квеста, который мы нашли, будучи в Сочи. Это было около нескольких месяцев назад. Ну да, просто этот чувак, он обронил его. Мы не знаем, это было специально, случайно. Но как потом мы поняли, это действительно телефон кого-то из мистического квеста. Да, он был записан как МК-4. То есть, как мы поняли, это сотрудник мистического квеста под номером 4. Мы не знаем, кто это, и мы отдали этот телефон, как только приехали. Естественно, мы там ничего не смогли разблокировать нормально, но только если пару приложений. Там все было запаролено, заблочено. Мы отдали нашему другу хакеру, который нам уже помогал в прохождении мистического квеста. И он, ну, в принципе, это мой хороший знакомый. В общем, мы сейчас едем к нему. Он нам позвонил сегодня в течение дня. Мне несколько раз прозванивал и говорит, все, срочно, мне нужно передать тебе кое-какую информацию. Да, не понимаю, правда, почему это именно ночью надо было делать, потому что, ну, время уже больше 11, наверное. Ну, слушай, ну он тоже работает. Какие твои версии? Что там такого может быть в этом телефоне, что он так вот взбудоражен был всем? Я даже просто не могу предположить, что там может быть. Что он там... Что они людей убивают? Слушай, а ты думаешь, они могут убивать людей, но просто... Я не знаю, что они могут делать. Ты понимаешь, я... Ребята, пишите в комментариях, как вы думаете, на что способен мистический квест? Способен ли он убить человека? Мистический квест пытается контролировать всех людей, которые участвуют в этом квесте, как мне кажется. Они просто держат все под контролем. Пытаются запугивать всякими разными способами. Пытаются как-то, я не знаю, влиять на вашу психику. И не только на психику. Удалять видео, удалять фотографии, влиять на ваши соцсети каким-то образом. Пытаться домой, ребят, что у нас как бы не раз было... Оставлять прослушивающие устройства. Ну, в общем, не знаю. Сейчас мы все увидим, собственно, на встрече с хакером. Какие-то прям, может, мурашки идут. Я вот прям ничего хорошего почему-то не ожидаю. Это очень странное предчувствие у меня, если честно. О, мужик. Привет, Серег. Ну, типа, с камеры еще и так далее, это лучше выключите, как бы, еще камеры и телефоны. Тебе тебя просто не снимать, или я вообще-то против? Интересный очень телефон достаточно, да? Лучше это все, как бы, не снимать. На камеры, это же только у нас, а она же там камера, там, ни с интернетом не связана, ни с чем. Ну, окей, ну, в общем, как бы, дело ваше, но телефон лучше выключите. То есть, а ты думаешь, как-то, может, через интернет, через, там, микрофон передастся что-то в телефоне? Вы, наверное, смотрели много американских фильмов, и знаете, что если телефон не выключен... Блин, серьезно? Можно, конечно, вся прослушка возможна. Ну, окей, включаю. Все, хорошо, я вырубила. Так и что в итоге? Телефон очень интересного парень. Ага. Он есть в твоем списке контактов. Серьезно? Чего? В смысле списки контактов? Он познакомит. В общем, тут все есть, как бы, все узнаете, все хорошо. А ты нам принес что-то, какие-то... Да, и он принес документики. Это мой взгляд на вещи. Твой знакомый, как я уже говорил, да, вот мы с ним общались, видимо, отнялся к нему на ютубе. Слушай, мой знакомый, он нашел меня на ютубе, наткнулся на мою страничку в ютубе. Я не знаю, как, да? Подожди, он связан с мистическим квестом? То есть это организатор мистического квеста? Он не организатор, но он связан. Он связан с этой вот организацией. Он в ней работал. Я не знаю, что он там делал. У него достаточно очень много материала, как бы, накопленного про эту организацию. Ну, то есть, получается, если он работал, то все равно он как-то связан с организаторами. Я не знаю, как... Вот документики. Я серьезно там, да? Подожди, а ты их распечатал как-то, что ли, вообще? Ребята, все серьезно, как бы. Вот телефон. Честно, вот эта папочка, да, там очень такая интересная информация, которую лучше прочитать одним про себя и никому не показывать, не рассказывать. Потому что эта инфа не только с этого телефона. Это инфа, которую я еще сам нарыл. Тут моя тоже ответственность. И никому это не рассказывает. Ну, ладно, окей, это что внутри папки. Да, что ты говорил там еще? Почтите и сожгите. Вот что им скажу лучше. Там, в общем, в этой папке есть несколько очень интересных точек. Он там очень часто бывал. Я посмотрел, конечно, по гуглу. Не очень понятно, что-то. И лучше, конечно, съездить, посмотреть самим. По плану точки, то есть это там, ну, кафе там какое-то или... Квартиру, может... Я не могу говорить, как бы лучше вы возьмете это, прочтете, посмотрите, где они располагаются сами уже, да, и примите решение ехать туда, не ехать. Но я бы на вашем месте все-таки съездил. Там вы найдете другие ответы, которые... Ответы, которых нет в этой папке. Ну, что, ну, поехали, да. Ну, что, сейчас? Ну, а что, когда? Завтра. Давай поедем сейчас. Ну, ладно, хорошего вечера. Удачи вам в вашем ее в понеделье. И, как я говорил, сожгите главную папку и забыть, что вы сюда приезжали. Ну, все. Не, а что, сейчас мы поедем? Ой, что это было? Что это такое? Лежать, лежать, лежать. Поехали. Это фига документы какие-то, наверное? Да, дофига документы. Ну, а что мы не показываем эту штуку? Ну, как... Почему ты сейчас должен это все показывать, если... Ну, мы же всегда все показываем. Тебе сказали только что, что, типа, это нельзя показывать. Что, мы даже на видео не можем это показать? Нет, не можем. Я думаю, что то, что находится в этой папке, мы не будем показывать. Хотя бы рассказать тогда. Хорошо, здесь находятся координаты. Я боюсь дальше вообще что-то говорить. Ребята, в общем, давайте мы сейчас отправимся по координатам. И если все будет нормально, то вы все сами увидите. Мы же покажем, если все нормально будет? Да, я думаю... Ну, по крайней мере, там и снимать будем. Ладно, Саш, давай уже тогда поехали по этим координатам. Мы идем по тропе. Вообще, вот по координатам, судя по всему, нам нужно идти куда-то в парк, в глубину. Вообще ничего не видно абсолютно. Нет, на самом деле, с фонарем-то еще более-менее нормально. Но вон Саша еще взял свет с собой. Блин, капец, как тут стремно. Ребята, мы просто зашли в парк какой-то. И тут, смотрите, вот дорожка такая асфальтированная идет. Судя по координатам, это дальше где-то. Самая проблема в том... О, мамочки, мамочки, это что такое? Это что-то чего? О, ну, ты что такого лет? Это памперс? Блин. Офигеть. В смысле, кто-то типа подгузники в лесу, что ли, меняли? Я не знаю. Я же точно уверен, что сейчас почечную очередь? Я не знаю. Думаю, ну что же, развернуться назад, пойти так холодно, что просто сейчас скачусь. Саша, короче, координат... Чего? Координаты уходят куда-то направо. В смысле, куда-то вон туда, что ли? Ну, куда-то вон туда, направо. В смысле, тут дороги нет никакой. Хочешь? Давай, конечно, пойдем чуть-чуть пройдем, но... Уверена, что как бы надо просто идти вот так, как и... А вот смотри, вот тропинка есть. Все равно, но тоже особо как-то доверие не уношают. Ну, пошли, ладно, по тропинке нормально. Ребята, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего про мистический квест. Ну, идем и дальше уже. Ты же теперь-то слышала? Ну, какой-то шорох какой-то взамен. Блин, офигеть. О, господи, это же... А, это не узорка? Можешь как-то реагировать поспокойнее, пожалуйста? Блин, мне так страшно. Ты мне показал, что там стоит кто-то, вон, что узорок. Блин, стрём, вообще ничего не видно. Нам надо пройти вот туда под... Блин, Саша, я теперь боюсь каждого шороха. Блин, ну и что, виноват, если тут шорохи в лесу вверх? Мы опять на пересечении вышли. Проверю координаты, да куда-нибудь в нас ведут. Саша, я только что проверила. Короче, координаты указывают, где... Ну, типа... Подожди, стой. Опять, блин, там слухи какие-то стрелы. Не знаю, может, конечно, шишки там падают какие-то. Опять. Что, вообще, все время так в лесу ночью? Не знаю. Это что за бред, блин, вообще? Стой, Вер, что это, блин? Опять какие-то палки походят? Я не знаю. Саша, они вокруг. Кто, блин? Я не знаю. Ты видишь? Ты видишь? Ой, я слышу только звуки, блин, эти стрелы. Блин, это ловушка. В смысле? Ты понимаешь, что это ловушка? Я не знаю. Это ненормально, блин, Саша. Может, это просто в лесу нормальная ситуация? Не знаю, что это может вообще быть. Тут какие-то там шишки падают. Короче, давай уже искать, пожалуйста. Ну, где координаты? Я не знаю, где ты здесь, вот на этом пятаке. В смысле, мы сейчас землю уже идем? Я откуда знаю? Он показывает так. Давай смотреть, ну что, если ищи здесь или на дереве, где это может быть? Что он сказал вообще хакерам? Что-то остались? Ну, что-то, короче, он часто бывал в этом месте. Я не знаю, может, он встречался здесь с кем-то. А здесь не может быть? Помнишь, мы же в дупле нашли? Блин, ну что там листья просто лежат? А это мусор? Слушай, это дневник, походу, какой-то записная книжка. А что ты? Ты, блин, блин. Я же с вами. Блин, быстро отсюда. Давай в камеру. Давай, давай. Держи, держи, держи. Держи. Вера, ну бежи, сука. Блин, блин. Ребята, я бы потемлю, сука. Блин. Ребята, в общем, мы выбежали уже из парка этого. Я надеюсь, сейчас все уже. Посмотрите, тут уже обитаем зону какая-то. Тихо, тихо. Все, пойдем быстрее домой. Ну, сейчас мы... Поедем, блин. Пойдем, пойдем, пойдем. Ребята, это жесть была полная какая-то. Вер, блин. Потому что реально там кто-то были люди из Амкаши сейчас, или кто это вообще сейчас был в лесу? Ладно, ребята, если вы не видели еще видео, как у нас удалили видео на ютубе, ты можешь посмотреть его на канале у Саши прямо сейчас вот здесь. Также смотри другие видео, все время мистический кест вот здесь. Подписывайся на мой канал, на канал Саши. На наш инстаграм. Увидимся снова. Пока. Пока.